Мы начинаем. Значит, взяла рубашку такая, какая есть, вот такая большая. Вы можете, когда в магазине или же у родственников смотреть, главное, обращайте внимание, чтобы вам были как раз манжеты, и был воротник не слишком огромный. Вот воротник мне очень нравится, а вот манжеты мне, конечно, немножко великоваты. Буду думать насчет них отдельно. Возможно, это будут запонки, да, мои любимые. Обожаю запонки, обожаю, вот там черненькие у меня такие есть. Есть всякие у меня блестящие, такие вот очень красивые. Ну-ка давайте посмотрим, что такое запонки. Запонки-то когда вот такие вот штучки, вот так вот, вот такие, да, вставляются. Значит, и вот, значит, мы берем, одеваем на рубашку и смотрим, что нам нужно. Нам нужно найти центр груди, отмечаем его, плечо какое нам надо, отмечаем, и нужна нам линия талии. Линия талии здесь, сзади, ну вот, собственно говоря, наверное, и все. Снимаем. На мне сейчас уже такая рубашка, вот такая вот, вот такая, и тоже из мужской. И что мы в первую очередь делаем? Мы берем и безжалостно отрезаем наши рукава. Значит, мы нарисовали вот эту, закроем потом кармашком. Сейчас будем делать эту луточку. Итак, линии талии. Поехали. Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По боковым швам можно не дострачивать до самого низа, а оставить немножко, тогда в этом случае у вас могут быть здесь разрезы по бокам. Но я пока делаю прямой низ, пока я еще не знаю, как мне захочется, поэтому я дострачиваю до конца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот, вот так. Мне нужен вот такой рукав. Длинный он совершенно ни к чему, а потом я люблю еще закатывать их. Но все-таки рукав нужно сделать сразу правильно, не надо делать слишком длинный, потому что, вот смотрите, вот центр плеча. И, значит, мы делаем вот до этих, от этих пор, да, скажем, вот так вот, и заканчивая где-то серединой рукава. Вот в этой области, в этой верхней области мы делаем эту посадочку. Галстук. Галстук делается очень просто. Обычный вот шарфик. Ушиваете его в этом месте, чтобы у вас не было толщины под воротником. Завязываете так же, как галстук. И вот, вуаля. Пойду мерить. Вы можете пока сказать несколько слов рекламы. Я почти готова. Так, сейчас застегнусь. Если вы посмотрите с самого начала, что мы там делали, когда, то вы помните огромную такую рубашку, которая просто необъятна. И вот то, что мы имеем на данный момент. Застяните, мне кажется, коллега. Застяните. Ну, допустим, так, да? Вот. Значит, вот таким вот образом. У нас узенький рукавчик. И очень уютненькая, не сильно в облибочку рубашка, что очень удобно в офисе, потому что мы рукавники. В основном компьютер и так далее, и так далее. Да? И или же мы можем вот так вот. Помните, раньше на рукавнике были у бухгалтеров? Ну, вот сейчас они не модные, поэтому, кстати, надо подумать. Может быть, мы с вами ведем такую моду. То есть делаем очень какие-нибудь стильные нарукавники, на локотники. Потому что в офисе-то в белых рубашках ходить надо. И вот, в общем-то, вот, собственно говоря, и все. Единственное, что я не угадала, немножечко плечом. Можно сделать чуть поменьше его. Вот это я переделаю. Но вы видите, что вот она, грудь. Вот она, талия. Могу еще и спинечку показать. Вот. Значит, вот это вот... За счет того, что здесь есть у нас складочка, значит, можно все-таки вывести эту... нашу выточку в эту складку и зашить ее. Вот. Ну, а если мы будем носить, допустим, вот как я ношу. Если кого-то смущает это, ну, не очень смущает. И оденем вот жилетчику, то эти складки нам позволят двигаться хорошо в офисе. Вот. Но если кому-то нужно прям, чтобы было идеально, лучше, конечно, переделать. И сейчас, когда я сниму, мы с вами посмотрим, как это можно переделать вот эту заднюю складку. Итак, я пошла переделаться. Здесь с удовольствием... Вот они у меня вот такие, вот такие. Вот такие два карточка.